Эту историю Роберт запомнит надолго. В пять утра поступил заказ от Висима до мотора строителей. Вышли две молодые, внушающие доверие девушки. По приезду на место одна попросилась сменить каблуки на кроссовки, сказав, что поедут дальше, на дачу. Вторая через короткое время вышла в туалет. Никто из них к машине так и не вернулся. Оставили пакет, но пакет такой красивенький, блин. Я не подумал, что в нем что-то будет такое, блин. Вот, заглядываю туда, там кусок асфальта. Ну, я сразу понял, что все обманули. Таких явных обманов со стороны пассажиров больше не было, вспоминает Роберт. Но в последние годы он все же перестал работать по ночам и брать людей с баров и клубов. Такие как Шейк, там Савроры. Почему? Ну, там в основном приходят такие, как бы, клиенты, которые уже все, все деньги истратили, и уже у них ничего нету. То есть расплатиться они не могут. Молчаливый, трезвый и едет далеко. Лучше за город. Вот идеальный пассажир такси, считает Роберт. Еще он любит женщин. Старше 45-ти. В легком опьянении. У них никогда нет с собой денег. Зато мужья щедро платят. Бывают даже случаи, что провожаешь до самого подъезда. Выходит муж, она так с ним говорит, ну-ка расплатись, говорит. Он говорит, что сколько надо-то, спрашивает у меня. Она говорит, дай 500 рублей. Все хорошо, потому что он еще меня проводил. Работа в такси очень тяжелая, считает Роберт. И если бы был выбор, он бы давно ее оставил. Тяжелая и небезопасная. В автомобиле водитель всегда возит легальное средство самообороны и самозащиты.